Естественным способом расположены 9 туч. Требуется четырьмя отрезками пройти через все эти точки, не отрывая руку от доски. То есть, на самом деле, найти ломаную, которая состоит из четырех звеньев и проходит во всем тучам. Следующая задача – найти ломаную из шести звеньев. Следующая задача – для этой картинки найти ломаную из пяти звеньев. Может предъявиться, почему я 4, 6, 5. Ну, на самом деле, мне почему-то кажется, что эта задача сложнее. Она не то чтобы сложная, она психологически чуть-чуть сложнее. Раз, отрезок. Если бы вас просили не отрывать руку от доски. Раз, два, так можно. Три, так тоже можно. И четыре. Отлично. Ну, на самом деле, для красоты можно было провести до верхней правой точки. Хотя и так тоже правильно. Раз, отрезок. Два, отрезок. Три, четыре, пять. На самом деле, шесть, семь. Видите, да? То есть, вот если так рисовать, то получается, к сожалению, семь. Ну, что ж, давайте я даже не буду это убирать. Я зачеркну здесь шесть, напишу семь. Но задачу никто не отменял. Нарисовать линию из шести отрезков. То есть, вы сумели... Три, разными способами. Молодец. Вышел за пределы картин. Два. Ну, только следите, пожалуйста, чтобы все ровно было, да? Это третий отрезок. Дальше. Четвертый. Пятый. Ниже чуть-чуть, чтобы ровно все было. Пятый. И шестой. Ну, правда, шестой отрезок почему-то не пошел через точку. Я не понимаю, почему вам не беспокоиться о том, что он все хорошо. Да, шестой отрезок. Отлично. Ну, господа, чисто из эстетических соображений, Так же, как здесь, мы с вами могли провести до верха, и тогда, в некотором смысле была бы такая вот стрелочка, да? Точно так же здесь, на самом деле, можно было провести вот так и начать тоже здесь. Тогда давайте назовем это столик. Хорошо? Столик. Есть ли еще какая-то картинка? Например, можно ли сделать двум, чтобы ножки были такие же, а вот вывод вот так? Можно ли сделать? Раз, могу. Два, три, четыре, пять, шесть. Разве, правильно? Да, правильно. Правильно. Здесь шесть, здесь тоже шесть. Вот два разных решения. Я знаю еще одно решение этой задачи, совершенно замечательное. Когда нет вертикальных, вообще ни одного вертикального, и нет горизонтального, ни одного горизонтального отрезка. Те же самые шестнадцать точек, но, повторяю, запрещены вертикали и запрещены горизонтали. Найти замкнутую, ломаную из шести звень, которая проходит по всем шестнадцати точкам, нет ни одного вертикального, и нет ни одного горизонтального. Ага, молодец. Все, это действительно идея. Это очень хорошая идея. Прямая – это не обязательно под 45 градусов. Так, так. Боюсь, что сейчас не получится. Давайте, давайте. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видите, я же говорю, что не получится. Шесть отрезков, но эта линия не замкнулась. Просили замкнутую шестизвенную. Уже хорошо, что шесть отрезков, но просили, повторяю, замкнутую шестизвенную ломаную. Ребята, надо чуть-чуть подправить. На самом деле, основная идея правильная. Надо чуть-чуть подправить, и у вас получится. Давайте я заново рисую. На самом деле, даже хорошо. Видите, вы поняли, что оказывается, вот это бывает не замкнутая ломаная из шести звеньев, а вот оказывается, что бывает замкнутая. Два, три, четыре, пять. Это параллельно прямые. Вот, тут проблема. К сожалению, если по-честному рисовать вашу картинку, то вот эта точка будет в бесконечность. Ее нигде на площади не будет. Смотрите, почему. Потому что здесь вот у вас, ну, если надо нас в подстоящем провести через вот эти вот литерочки, это отрезки, то это прямая и это прямая будут параллельны, а параллельно прямые, они как лельсы. Здесь можно продолжать, 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 и все равно не пересекутся. Нет, нет, уже нет. Это не решение. Я объясню, почему. Бесполезно. Хоть бы ты на километр идти. Пойми, пожалуйста. Если у нас возникли две параллельно прямые, то почему вот эта и эта подстоящий градус. Если возникли две параллельно прямые, то это жульничество рисовать вот так. К сожалению, они не пересекутся. Это не пятый отрезок, а шесть. Чуть-чуть отойдите, чтобы все было видно. Потому что, говорит, нет, зайдите на мой направо. Чтобы все было видно, как раз, два, три рисовали. Четыре, пять. Ура. Спасибо большое. Все правильно. Заметьте, пожалуйста, это ломаная, не замшеная. Она начинается здесь. Ну, на самом деле, не обязательно, куда буду идти. Можно было здесь начать. Вот. Она начинается, идет, смотрите, на одну клетку направо, на две вверх. Потом возвращается под сорок пять градусов. Ну, здесь, конечно, имеется в виду, что вы проходите за точку, да? Вот, под сорок пять градусов. Идет горизонтально, под сорок пять градусов. И потом опять на одну клетку право и на две вверх. Замечательно. Решили мы эту задачу. Решили мы эту задачу. Решили мы эту задачу. Господа, последняя осталась картинка. И перейдем к следующей. Шесть отрезков. Замкнутая, ломаная. Подсказка. Это будет что-то вроде жука. Пользоваться надо опять тем, что два не разу одному. То есть, когда у вас прямая идет, по принципу, на две клеточки в одну сторону и на одну клеточку перпендикулярного направления, это не сорок пять градусов. Уверяю вас, если это знать, все будет хорошо. Нет, конечно. Вас опять подвело то, что сорок пять и сорок пять одно и то же. Если возникли две параллельные прямые, то не надо себя обманывать. Они не пересекутся. Нарисовать замкнутую, шестизвенную, ломаную, которая проходит по всем точкам. Замкнутую, значит, закончить там же, где начнутся. Шестизвенную, то слово шесть, вы должны знать. Все видят, что он уже отрисовал три звена, да? Да. Так, так. Привет, пожалуйста, в своих тетрадях рисуйте абсолютно точно. Спасибо. Конечно, не будет так, что один угол ниже другого, да? Вот это лишь на изобразие. Но с другой стороны, это надо с кем-нем. Субтитры сделал DimaTorzok